всем привет дорогие друзья сегодня у меня комп на оптимизацию плюс посмотреть человек просил посмотреть как у него железо стоит дать советы по апгрейду поставить набор программок мой стандартный но в принципе здесь я смотрю уже основная так сказать масса всего поставлено он уже заходил на мой сайт и выкачал так что в принципе мне только немножечко может windows затюнить какие-то настройки сделать по мелочи ну и какие-то советы по апгрейду дать в общем-то ничего глобального так ну и оставить обязательно оставить fifa 17 он попросил в остальном ну и может быть мусор почистить максимум так что начнем посмотрим что за железки насколько там они адекватные ну а и 5 принципе очень цивильный 8 гигов памяти по дискам по дискам сейчас посмотрим что там у нас есть так управление дисками хотя наверно проще утилитку скачать один диск 500 к ну окей окей хорошо так винда семерочная максималка видимо откуда сторон то качалась x64 уже хорошо так чё у нас поведюхи 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 на на все таки утилитку скачаем есть такая штука называется сив систем тест по моему у меня где-то было на сайте сейчас погляжу там разделе софт болталась надо куда-нибудь на панельку что ли будет вынести поближе тупничок конечно тупничок поиском быстрее будет интернет видимо не очень шустрый называется сив систем информейшн вьювер давай родной интернет открой чего нибудь нам скачать можно тут так загрузки дата до загрузки о я смотрю уже и загрузки перенес так хочу нас от c небольшой c всего соточка все остальное на d я смотрю человек уже загрузки перенес так диск c я бы переименовал извините что скачу туда-сюда ну сейчас дойдем я как-то вроде уже попутно разошел так пользователи единичка у нас единичку можно увидеть текущего пользователя здесь в пуске видите здесь один написано вот так что вот эту папочку загрузки например ее можно расположение а нет не перенесена почему другое место пихается сейчас делаем на d перетащим потому что на c совсем места мало и вот этот d сейчас скопируем я в принципе и все об остальной перенес там и рабочий стол бы перетащил но как правило загрузки это самая жирная папка она быстрее всего увеличивается в размере что у нас изображениях если человек пользуется там ничего нету рабочий стол бывает народ туда фотки скидывает и все остальное в принципе я бы на перенес мои документы и рабочий стол потому что если диском c что-то случится то по крайней мере над и все это останется как правило у большинства клиентов где что-то переставляю все ценное лежит это мои документы рабочий стол иногда загрузки так все меняем на до этого и точи и далее поехали поехали долго он думает достаточно вот видите мои документы там что-то оказалось из темп на темп что там странные какие-то пути были непонятные а вот еще одни загрузки смотрю она туда куда опера сваливает в принципе она уже не нужно сив мы сейчас перетащим так сделать показывать расширение у типов файлов сейчас сделаю не люблю когда не видно какой тип файлов да это принципе я уже на регулярной основе делаю так не эта галочка вот так вот применить окей окей а это все можно перетащить в нормальной загрузки давай с заменой а те загрузки можно ликвидировать ой смотри зону download стоит она это видимо фифушку выкачивали рабочий стол понятно кубе торрент настоящий что-то некой значок странный нет вроде с кубе торрентом 403 версия а настоящий какая версия сейчас посмотрим может это с какого-то просто левого сайта качался возможный настоящий бит торрент но версия другая так 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 здесь инсталлерс для windows а не та версия 32 бит качаю для windows x64 почему документ он пихает загрузки надо 403 и там у нас была версия тоже 403 по моему да да здесь 403 все окей значит просто новый новый дизайн кубе торрента значит не надо его выкачивать так что у нас еще дополнительные параметры системы это все свойства моего компьютера здесь визуализация ой все можно убрать стиле так сначала так вот лучше а потом лишние галочки вернем на место так использовать стиле использовать эскизы сглаживать неровности применить вернем обратно до красивого состояния так что как правило все остальное тупит сильно так как композиция это не не аннули до композиции это как бы уже цветность блин прозрачность сразу втыкнулась зачем-то в принципе основные менюшки выглядят нормально окей на так стал чуть чуть быстрее что у нас еще темпы куда-нибудь вынести поближе чтобы чистить можно было на ли смысла нет при наличии циклинера я думаю циклинером уже чистили так по программкам ну чё еще если только офис доставить час попробую офис 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 у меня где-то отдельно тут валялся скопировать публичную забираем что еще программка для просмотра фото как сын ю она у меня на сайте есть так где-то тут справа валялся флэш-плеер не знаю надо ли не надо я такой винду недавно переставили допридор пора бы уже убрать у меня отсюда так икс и нью нам нужно 7 zip не знаю там чё винрар стоит или нет но сэван зипом как бесплатный идет я его обычно вставлю по сути тут даже комп не загажены особо нечего смотреть я конечно автозапуск просмотрю сейчас чуть попозже так архиватор без архиватора не жизнь ну-ка а чё у нас там есть а ну тут принципе винрар стоит причем что-то английский винрар стоит очень странно я бы все-таки голосовал за русский винрар так но если человек винрар тогда я ему не буду 7 zip вставить но я ему скачаю русскую версию винрара если же я занимаюсь сегодня оптимизации так и офис десятка я смотрю стоит может я зря семерку качал офис офис но я смотрю здесь полный комплект видимо с торрента вылет не проверил я сначала да в общем его и активнули уже так что с офисом тоже пролет с даймонд тулс у меня вопросы так значит у нас винрар идем идем нет не отвлекаемся то я начинаю распыляться тотал командор скорее всего с виндой вместе прилетел не нужен он я не знаю в каких зачем его в сборке вставляют есть конечно фанаты тотал командоров пикассо сомневаюсь что человек пользует сейчас спрошу пикассо пользуетесь так переключение языка чтобы справа alt shift а alt shift так а сейчас какое переключение языков стоит control shift что ли поменять на alt shift так из даймонд тулс у меня тоже вопрос мне кажется это прилетело так пикассо искали что не пользуются попросили переставить так удалить удалить базу данных пикассо готово вот с даймонд тулс тоже вопрос даймонд тулс ставит свой драйвер достаточно хитрый по моему ни разу даже диск не создавали если там реальный привод в моем компьютере лежит сейчас посмотрю если это реальный дисковод оборудование не пойму виртуалка не виртуалка по моему и хас это лить литий он хотя не уверен просто фифашка раз она репакная значит она уже без диска работает так что даймонд тулс лайт уходит под снос я подать еще смотрю потому что поставлено в шестнадцатом году а все остальное достаточно свеженькая та же самая фифа это одиннадцатый месяц семнадцатого года даймонд тулс лайт поставлен хрен знает когда шестнадцатом году то есть скорее всего вместе с установкой винды уберись отсюда спасибо там драйвера ридер стоит флешперы стоит но ридер я бы поменял ридер я бы поменял на суматру потому что она шустрее шустрее просто в разы и по объему раз в пять наверное легче что у нас там я наверное офис зря выкачиваю да наверное зря потому что он уже стоит так винрар идем к винрару официальные сайты в россии так русская версия где тут было закопано x64 загрузки ставим исошки пусть тоже окей окей все отлично теперь у нас надеюсь русское контекстное меню блин кого хрен он в английский все время утаскивает а либо систему поставили английскую сейчас в службах посмотрю да вроде уже давно давно такого не было как правило службы на английском есть система была английская описание да нет вроде тут все нормально интересно где это настройка винраре давайте поищем либо пересгружаться надо либо как вариант что я старый винрар что ли не удалил сейчас попробуем еще раз ай-яй-яй-яй туплю что-то я с утра никак не проснусь так винрар хочу удалить да хочу удалить есть теперь берем новый винрар загрузках запуск от админа установить готово вложенное контекстное меню ну впуск пусть будет так ну вот это уже блин почему зараза почему она в английском встает в чем здесь все русское профили так это не то что может тут где-то есть профили 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 ну да элементы контекстного меню здесь вроде все нормально почему она на английском не ясно ну ладно я думаю это не так уж и принципиально хотя хотелось бы конечно потому что видно что он обновился потому что меню поменялось да на по-прежнему английский так поищем что там с языком у нас да и кубит торрент наверное проверим грузится ли он в автозапуске или нет настройки запускать кубит торрент вместе с windows нет еще мне раздражает что она обновляться очень любит я обычно ему выключаю обновления он любит периодически это спрашивать когда что-нибудь свежее закачиваю и мне дополнительный раз приходится окей тыкать раздражает немножко так с кубит торрентом вроде все суматру хотел суматра суматра pdf это наверное лучшее из того что я нашел в плане скорости работы download from here так installer 64 бита окей запустить параметры использовать суматр для просмотра pdf начать установку запуск ага красотень так стандартная версия стандарт сетап классная программка для работы с фотографиями давно очень ей пользуюсь умеет конвертировать огромное количество форматов в огромное количество форматов даже создает формат так английские не надо пугаться это просто интерфейс инсталлятора на английском а потом все равно программка русская будет это у них свежая версия такая я недавно ставил тоже с этим столкнулся думаю что это она английской стала она стала просто инсталлятор английский и потом проба все равно русская так суматру мы выкачали и потом вот в этот список пройдем почистим все это дело так xnv 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 сейчас сопоставим видите здесь уже русский пошел так не показывать при запуске инструменты опции ассоциации часто используемые клавиатурой мышка колесом мышки предыдущий следующий файл перекручиваем и окей в общем то и все так чудненько это закрываем так теперь хочу посмотреть что там в автозапуске и всяких клинеров на устанавливать почистить систему так циклинер у нас уже стоит превайзер хочу вайс дисклинер так и сейчас мы как нибудь сделаем блин открыть в новом окне я просто хочу все лишнее отсюда удалить чтоб не мешалось а потом уже сохранять новое так вайс дисклинер ну ладно ладно загрузки так загрузки есть процесс хакер превайзер да в принципе и авторанс наверно адв клинером напоследок пробежимся вдруг что найдет ценное так адв клинер давай 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 сохраняйся превайзер портейбл версию качаем вставить нам его не надо процесс хакер но это если что-то вдруг найдется так чисто подозрительное а там версия не нужна скачай у себя угу 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 отлично так все вылилось вайс сейчас поставим заодно сравним кто лучше чистит ой 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 что это оно не того не докачалось что ли интересно вроде он у меня не раз так еще пока не улетал ну окей попробуем перекачать может быть проблема она как-то скачалась кривенько еще разик ну ладно не судьба так не судьба тыкаться головой в стенку я не собираюсь есть другие программы так распаковать и авторанс тоже распаковать странно почему на английский вообще винда какая-то немножечко странная там человек спрашивал на десятку обновляться или нет наверное я бы ему посоветовал все таки на десятку обновляться так а чего у нас тут ой какая-то штука для обновления интела извините что опять прыгаю туда-сюда поддержка нахрена это драйвер ассистент я думаю не нужен он тут лишний способ себе какой-то геморрой раздобыть когда он внезапно решит что-нибудь обновить из драйверов и то что раньше работал перестанет работать я считаю что такие драйвера надо обновлять в том случае если что-то не работает а после обновления есть шанс что оно заработает тогда да а так лучше враг хорошего только драйвера под видеокарту не попадают под этот под это определение драйвера под видеаху все-таки надо обновлять почаще потому что там много чего меняется постоянно выходят свежие игрушки постоянно какие-то изменения так ну чё у нас может циклинер пока запустите в авторансе полазить так 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 куки не будем тереть чтоб пароль на сайтах не забылись а остальное можно поехали сам пока схожу в авторанс а закрытие опера да пожалуйста уже закрыли уже закрыли спасибо сайт бар этот часики справа я их обычно отрубаю но не знаю может человеку не нравится поэтому не буду трогать так касперский 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 чё там касперский-то free который а даже total security я чувствую как таком подтупливает ну ладно отлично делал каждого если у человека есть ключ на total security то соответственно трогать я это все не буду к мске активаторы циклинер в задачках апдейт и там еще что-то пропуск этой забыл слово пропуск системы управления пользователями а который защиту пользователей от несанкционированных действий так да здесь даже блин все чистенько даже подкопаться куда-то сложно хотя вот какие-то остатки непонятные outlook addons от офиса какая-то примочка прилетела этих уже нету не удается так не удается чё-то хрень какая-то как-то он странно работает может с памятью чего-то не фонтан какой-то но если тут касперский живет я сомневаюсь что как сказать что сюда чет проникла потому что в принципе касперский штука надежная так вайз у нас не пошел циклинер есть привайзер остался дальше реестр поиск проблем не очень шустрый из апгрейда ну десятку ставить хотя памяти там дофига дофига чё за и 5 2 500 кей ну ка сейчас пробьем его и 5 2 500 кей так не могу понять он мобильный или не мобильный ладно проще наверно у человек у человека спросить вас ноут или комп настольный хорошо прогу поставлю так и просит еще поставить программку чтобы качать музыку в опере и навыка и везде сейчас попробуем сейф ром это чтобы не забыть и да блин я же у себя смотрю сейф ром ссори ссори 95 ватт нет я думаю все таки настольный проц и поэтому системник это все таки системник а не ноут хотя подтупливает как ноут либо просто интернет тормозной она все правильно комп настольный окей так программку для скачивания так здесь все почистилась чудненько я думаешь привазер пока запустить пусть он потихонечку колбасит шон достаточно долгий продвинутый пользователь первый анализ нам не нужен сейчас прошу пару пароль от всего помнят или нет сейчас секунду мне звонят алло далее да привет ну и там есть продолжить или не продолжить да 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 ну это у тебя браузер просто подозревает это не ваших компьютерах это у них на сайте проблема это у них на сайте какие-то косяки сертификатом и все браузеры на него начинают ругаться и плеваться вот ну не обращайте внимание принц сайт вы знаете так что вопрос с ним не должно быть ага они поправят я думаю перестанет ругаться так позвонили что сайт госзакупки с ума сходит там у них какие-то проблемы с сертификатом и все браузеры начинают дико ругаться и вонять что-то он прям быстро про это пробежался так русский английский я обещал посмотреть параметры вот эту штуку я обычно выкидываю так и где-то есть переключение клавиатуры да вроде слева alt shift отчет еще варианты сейчас спрошу что больше нравится тут собственно alt shift либо control shift по переключению клавиатуры стоит alt shift насчет то что сделать там control shift можно сделать control shift правый alt по моему не делается в принципе это не десятка это на десятке там по моему более расширенные настройки так что вариант либо больших либо control shift переключение клавиатуры и это будет левый control и левый alt ну control любое alt левый как он быстро превайзер сегодня прям пролетел вообще чудненько поехали по поводу превайзера да он тоже может чистить пароли на сайтах как правило нах пропускает не трогает но бывает что может что-то почистить поэтому клиенту лучше спрашивать на данном случае мне был дан карт бланш то есть можно чистить все что угодно и не напрягаться поэтому я чищу все что угодно и не напрягаюсь так конечно лучше спрашивать насчет десятки человек спрашивает десятка ему пойдет или не пойдет да в принципе десятка подойдет можно на эту систему десятку ставить но в идеальном случае я бы купил твердотельный диск с sd-шку 128 гигов и на нее бы поставил десятку это по-моему самый оптимальный вариант будет гораздо шустрее потому что все таки диск не очень резвый по ощущениям так по поводу control и shift а сейчас узнаем что нам сказали да да нет нет в общем оставляю пока так левый alt shift я человек уведомил ну-ка если чисто включить ну блин это неудобно если чисто включить английский или включить русский можно отдельно сделать сочетание клавиш на включение русского и включение английского если очень хочется так насчет музыку качать блин но у нас браузеры закрыты я думаю превайзеру тоже нужно чтобы браузеры были закрыты ну хотя бы ну да даже даже никуда не зайду не попаду так с нью на рабочий столе нам не надо медиа плеер classic в общем то тоже можно пока сопоставление сделать по типам файлов не уверен что делается в плеере но сейчас попробуем поискать или придется создавать текстовичок обзывать его там mp4 ави и так далее и говорит чтобы все открывал sim настройки сейчас поищем мне еще нравится есть вариант новый правильный для каждого окна это когда открыт один видос можно открыть второй и первый не закроется очень удобно час так делаю эту галочку поставить заголовки тоже удобно когда сверху отображается полный путь или только имя файла так это не клавиши не логотип в веб-интерфейс хотя лога бывает у них тут посимпатичнее попадаются по цветастей так но это неважно и так на вкус и цвет расширенные нет разные нет дополнительно нет был был такой тоже с какие типы файлов открывает как в xinv сопоставление галочку поставить и все встроенные фильтры захват еще откуда захват умеет делать ну видимо тут нету тогда тогда вариант попроще и человек попросил днс ему какой-нибудь с издешничек подобрать так ну тогда такой вариант дурной правда но чё делать берем переномы в ави да что ж такое то ави окей смотрим чем открывается ага классиком открывается отлично а mp4 чем у нас открывается тоже классиком открывается тоже значок сразу медиплеер классик а mpg чем открывается ну тоже классиком ну и отлично значит уже тип файлов сопоставлены на медиаплеер можно не заморачиваться давай привазер давай я в тебя верю нормально так уже 2 гига по чекал а он там windows апдейт чистит папочку там реально видимо помойка большая так слева от shift оставили так по поводу подбора да подбор в принципе я пока у себя могу сделать человек же потом все равно видео посмотрит так dns муромский dns dns пока там проверяется на своем компе посмотрю чем можно наковырять так магазины город 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 где 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 расположение ой почему меня севастополь что-то я смотрел последнее время так человек у нас из мурома значит муром сейчас будем подбирать ssd в муроме комплектующие ssd накопители мне очень нравится плекстры 128 прям вообще-воща у них соотношение цена-качество они не сто двадцатки а сто двадцать восьмые хотя он тут прям так по цене оно сортировано да с другой стороны нет силикон пауэр сто двадцатку что-то не особо вот этих вообще не знаю colorful что-то ноунеймовое интересно что там внутри стоит какие микросхемы выдаешь кстати ничего за эти деньги очень и очень дешево так выдаешь как вариант оставим а сандиск блин что-то прям какие-то копеечные цены у днс либо я что-то не рассмотрел нет вот сандиск в принципе я их брал нормальные шустрые за такие-то деньги если честь что у них сейчас скидос прям 19 процентов скидка 800 рублей разница это очень круто силикон пауэр ну-ка где у них сравниловка 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 vd green туда же наверное все таки вот об этих отзывы вообще не никакущие я в свое время смотрел их о палит то видюхами занимался теперь решил ssd делать интересно качество у них такое же пионер внезапно да выплыл тоже не встречал но это днс они прям у них экзотику какую-то возят гудрам тоже не знаю кто это вот плекстер 128 но соответственно бюджет 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 но я человеку скажу так а как нам попасть в сравнение а вот так я человеку скажу если бюджет позволяет то пусть берет плекстер а если бюджет не позволяет можно взять какой-нибудь silicon power или sandisk в принципе разницы наверное в silicon power нет сандиски у меня ни разу не дохли с силиконами что-то было неприятное сейчас между собой их сравним 120 но здесь 128 это плюс конечно по цветам вообще наплевать везде sata 3 тоже понятно у этих одинаковые но в принципе если в дэшка и sandisk на одном чипе то значит по надежности они примерно равны в плане микросхемы управляющий потому что вот сандисков я оставил много тьфу 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 пока ни один по гарантии не ушел так а плекстер у нас плекстер плекстер ну да плекстер хорош память уже сейчас неважно скорость записи скорость чтения тут больше наверное и опс странно что у них одинаковые эти это с количество операций ввода вывода в секунду насколько я понимаю и опс то есть как диск работает с мелкими файлами насколько шустро потому что крупные в общем то все читают то есть на крупных файлах вот это реальная скорость получается а работа с мелкими файлами это вот по и опсам смотреть потому что у крутых дисков которые типа там samsung 850 и прошлая версия у них там и опс достигает там в 80 90 тысяч то есть по сути почти в два раза ну размер на тбв я еще надеялся укажут но че то тбвшка тут не пахнет а по деньгам че у них 3500 3900 да в принципе все это будет гораздо быстрее чем что 300 мегабайт в секунду что 400 мегабайт в секунду они где-то рядом ну наверное все таки посоветую вариант взять вдху если так сказать если деньги есть тогда плекстер а если нет денег тогда выдоха а очистка завершена отлично так сейчас нам это как-нибудь картиночку мне перетащить надо человеку я не знаю teamviewer сможет перетащить или нет вот сейчас я на яндекс диск скину здесь откроем на яндекс диск скопировал публичную ссылку потом ее благо буфер благо буфер обмен общий steam вставил сюда на комп и отсюда уже соответственно выкачал и открыл что два варианта сейчас отпишусь человеку в общем картинку на рабочем столе оставил два варианта если бюджет есть то лучше плекстер если нет бюджета то лучше в дэшку это я ватсап наговорил так и что-то значки какие-то мелкие я пожирнее сделал в классике смысла нет на рабочем столе убираем так а имп так стоит что у нас еще а поставить save from человек просил чтобы сохранял я с чтобы он у него была возможность сохранять музыку из вк а если я хочу для всего не только для оперы сейчас посмотрим по идее это должен быть универсальный инсталлятор под несколько браузеров не факт что кстати он работает в яндексе здесь принять настройка параметров для яндекса работает а вот яндекс браузер нам не надо расширение яндекса это все не надо так и закроем пока ставится завершить сейчас по ютубу проверим потому что я не хочу человека палить страничку в одноклассниках сначала организатор поздравим нашего мероприятия так и где она у нас в расширении сейчас посмотрю может быть не общим установщиком придется ставить что-то я потерял стак да не панель расширения нам нужно а интересно на к выйти из резервируемого разработчика так save from странно что он не ставится блин и те расширениями называются и те расширениями называются окей добавить расширения давай меня в магазин приложений запихай вот тогда отсюда поставим save from видимо через стандартный инсталлятор она не хочет ставится сейчас я тогда его удалю пока удаление если он тут конечно поставился что-то его не видно вообще странно мне кажется windows какой-то покалеченный но если человек винду купит десятку то ой будет ставить ну вот как то так ручками поставили так как стандартный инсталлятор решил не срабатывать ну вот она скачать появилась в нескольких вариантах ну кроме совсем большого качества ввк ну нормально качается так приложу поставили интересно в яндексе в дополнениях есть нету тогда уж и туда и туда засунуть в яндекс кстати ни разу расширение еще не ставил как же он медленный а где здесь добавить дополнения вот он каталог расширений а я смотрю а вот сюда он кстати встал а в оперу к чему-то не захотел сейчас опять на youtube зайду проверю что он работает все появился скачать отлично окей так чё привазером а дэв клинер у нас остался на всякий случай я согласен сканировать посмотрим что там есть что там нету и авторанс я наверное все таки почищу он же у нас в прошлый раз вылетел но слава богу прямо в самом конце вот этот раздел назначенные задания тут много всякой хрени клайк кодек пак зачем тебе обновляться ручками обновим если что циклинер тоже нечего в интернет ходить без спроса что-то запускать амд апдейтер ну иногда надоедает но это на вкус и цвет опять же у яндекса обновляшки опера кстати при открытии сама себя обновляет про яндекс не знаю ну я бы это все убирал не люблю когда что-то автоматически происходит на моем компе но это лично мои предпочтения поэтому за другого человека решать очень сложно вы мне кстати часто ну не то что вы народ на видео мне часто пишет комментирует говорит что вот зачем ты это сделал зачем ты это сделал попробуйте решить за другого человека что ему лучше будет на протяжении определенного времени когда сам человек в этом не понимает надо ему это не надо ему это попробуйте порешать за другого человека достаточно сложно все время какая-то ответственность все время есть вариант принять неправильное решение а ну тут примочки от зоны я смотрю остатки от медиагета опять же он нашел что-то веб компонейшн ну да по в общем то по мелочи ничего такого критичного я не вижу от драйвер пака тут остаточки от драйвер пак solution в общем то это можно все чистить и перезагружаться обновляшки я все таки наверное отключу если надо можно потом ручками обновить как правило браузеры при старте сами лазят за обновлениями когда их запускают а здесь только фоновый запуск то есть когда браузер не запущен чтобы обновился без вашего ведома это я не очень люблю это медиаплеер лазит за какой-то библиотекой в интернет зачем тоже непонятно если учесть что им практически никто не пользуется стандартно ну мало кто пользуется как правило люди ставят что какой-то сторонником сторонний плеер остальное в основном от винды тут вещи флешплеер ну вот флешплеер может пусть обновляется хотя он уже практически умер я надеюсь что скоро его вообще не станет это будет прекрасно из интернет эксплорера можно все удалить мы все равно не пользуемся а примочки какие-то грузится левая поэтому тут можно выкидывать все весь список потому что это все вместе с системой загружается так как интернет эксплорер в нее встроенный и если он когда-то понадобится то он будет грузиться из этих примочек 3 раза дольше поэтому это все я выкидываю windows дископ апдейт но здесь все микрософтом подписано поэтому сложно к этому как-то пристаться пристать так и все таки процесс хакер я залезу так у нас тут где-то был в загрузках валялся x64 да еще видюху хочу посмотреть сиф то так я так что-то и не скачал точнее нет скачал но он куда-то пропал сейчас посмотрим где у нас наш сиф а нету его куда же я его скачал интересно ах ладно сейчас пробежимся потом сходим за силами я хочу посмотреть какая видюха может быть еще человеку апгрейд на видюху посоветовать если он конечно играет извините что так прыгаю как бы как мысли бродят так и так и действую ей чуть пошире бы раздвинуть ну блин попади давай и поименно сортируем или по загрузке или по загрузке teamviewer свой хвост так и общие блин как оно было то по типу что ли неудобно еще раз не знаю как вернуть обратно проще заново запустить там просто сортировано было что сначала идет системный компонент а потом все остальное может вот так вот типа айдишник microsoft office teamviewer сайт бар касперский teamviewer опять и dvcleaner проводнички процесс хакер индексатор службы поиска ну если отключить службу восстановления либо ее уменьшить сейчас посмотрим что там творится защита система а у человека уже отключено ну окей раз отключено значит отключено продолжить тут значит вопрос снялся вот хорошо когда ничего решать не надо уже все вырублено очень ничего криминального не вижу тут в общем то все эти подписаны то есть у всех у всех пунктов меню есть какой-то владелец есть описание левых врагов я не вижу это бездействие системы поэтому никого тут нет подписи так чё у нас систем тест и потом адвок линеру сказать чтоб дочистил остатки видимо тут когда-то состояли дрпсу там медиагет все это просто до выковыривается потому что в общем то у человека претензий к компу нету так где этот сив system information viewer не самый у него удобный интерфейс но зато он бесплатен можно аидой конечно ломаной пользоваться если очень хочется но я стараюсь использовать бесплатные программки это не всегда удобно зато безопасно еще можно кстати cpu-z или gpu-z скачать они достаточно подробно тоже про систему все говорят сейчас заодно покажу cpu-z 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 и гpu-z gpu нам пока не нужно это так через для себя можете запомнить она программка показывает все что с видеокарт связано архив zip архив качаем сохраняем а вот cpu за там и про процессор хорошо говорит там про память есть и можно даже помучить процессор на нагрев его проверить насколько сильно греется да кстати раз уж я пока тут еще такая программка посмотрим мне вроде было на сайте тоже хэва монитор тоже блин надо вынести короче иначе иначе искать долго ладно поищу так через google хв монитор раньше у меня один из первых сайтов был или ты я так что ли меня находит тоже кстати сайт тот же самый cpu id айди температуру хочу посмотреть раз уж мы профилактику делаем тут еще надо понять насколько он нам врет или не врет но вообще 45 41 40 вентилятор cpu на 1800 оборотов достаточно шумный я думаю но советовать его менять сложно потому что неизвестно как человек его сможет поменять или не сможет но я так конечно отпишусь что если вентиль шумно его проще поменять если сильно напрягает так попроцу попроцу 371 55 свежий достаточно сокет материнка но мать нам принципе не нужна память ддрк канал дуал я так понимаю 2 что ли плашечки стоят сптд слота 1 слот 2 пустой слот 3 до 2 плашки стоят по 4 гига да в общем то тут больше ничего не придумаешь ддрк 3 здесь все окей здесь всего хватает по температурам тоже все не сильно греется есть вот какие датчики на материнке но я больше верю датчиком процессора на данном случае так что тут в общем то все достаточно красиво видюха hd 7900 что-то я не помню такой вещи сейчас посмотрим но это что-то топовое должно быть прям вообще топовой то есть свое время это видюха была очень крутая кстати может греться но не греется 38 градусов холодненькая потому что тут есть в таком корпусе то это конечно жесть ну открою нам что нибудь про 7900 но это прям супер аппарат он даже на сегодняшний день я думаю будет шустрый конечно по моему директ x последний он не поддерживает но в целом вон в одиннадцатом году она выходила но с другой стороны менять ее на что-то это нужно брать уже видюху тысяч не знаю от 12 тысяч и выше не меньше в рублях чтобы она соответствовала потому что 7900 крутой аппарат со время был прикольно туда же появились эти загрузка цпу вообще круто я смотрю сив растет только сделаем по ней график пожирнее ну и где а ну вон график пополз слушайте классная программка я смотрю она прям это лучше это лучше и лучше с каждым годом честь можно посмотреть физическая память сколько занято максималка 8 да это в принципе несущественно ддрк третья задержки 99 до 9 на 9 это хорошо очень для этой памяти 3 девятки бывать еще 10 11 вариант так что девятки это прям шустрая память видимо когда-то собирался системник достаточно за приличные деньги практически топовый вариант был по напряжению ничего не могу сказать это надо смотреть что запрос температурки как раз показываются чё насчет тут есть это по windows у семерка чё когда ставилась чё в статусе а на это есть чтобы она в уголочке висела и нам все это мониторила показывала да просто четырех ядерный видюха но сейчас частоты маленькие потому что мы не нагружаем у нее видимо не скинуты хорошо она не греется ну в общем как вариант видюху апгрейдить но я думаю ssd-шка будет шустрее для компа больше даст если человек в игры не играет но я вас прошу потом после того как мы это все дочистим в общем то все сейчас я очистку включу перезагрузку и наверное вопрос закончен все процессы будут закрыты но это понятно все уходим перезагрузку на этом наверное на сегодня все всем спасибо кто смотрел видео сегодня не очень продуктивно и так по сути по мелочи поковырялся кое-что поставил кое-что настроил ну надеюсь что мое видео все-таки было вам как-то полезным всем спасибо пока до новых встреч спасибо что меня смотрите еще раз спасибо спасибо